Международная федерация гребли В истории перспективов развития гребного спорта в крае поговорим с президентом Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ, с кандидатом в мастера спорта СССР Юрием Шамковым и мастером спорта международного класса СССР, серебряным призером чемпионата мира Владимиром Панковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот на ваших глазах развивался гребной спорт на Алтае. А какой он сейчас? Какие перспективы вот в преддверии чемпионата? Стали как-то больше детей набирать. Появились новые районы, где мы стали осваивать новые базы построили. Это Павловский. Начали осваивать Бийск. Поэтому гребля начала как-то подъем. И естественно стали закупать лодки и инвентарь. Детей заинтересовали. Много очень таких вещей, которые произошли за этот период. И поэтому развитие пошло как-то в гору. А вот принимать международный старт это очень почетно и очень ответственно. Что уже сделано? Все ли готово? Давайте я добавлю в этом вопросе. Подготовка идет самым активным образом в данный момент. Сегодня в организационном плане тоже прорабатываем все вот эти моменты по встрече участников, по размещению, по питанию, по церемонии награждения и так далее. То есть все идет полным ходом. Рассчитываем, что все у нас получится. Вот Международная Федерация выбрала Барнаул в качестве принимающей стороны. Как вы думаете, почему у нас такой хороший грибной канал? Ну, два момента. Первый момент. У нас действительно акватория грибного канала, она абсолютно идеальна для грибного спорта. Это 2 километра в длину, 110 в ширину, 16 метров в глубину. Это реально. И роза ветров очень хорошая. Это как бы один момент с технической точки зрения. Ну и естественно присутствовал некий, как обычно, принятие решения некий эмоциональный импульс. Я туда съездил, они сюда приехали, с губернатором встретились, пообсуждали, поверили, подписали контракт и вперед. Ну вы как думаете, мы действительно заслужили принимать? Да, да, действительно. Алтайский край это уникальное место. Потому что действительно и природа здесь очень красивая, и экология здесь не нарушена. Да и действительно грибной канал очень хороший. К нам приедут спортсмены из 24 стран. Все верно. А вот на ваш взгляд, кто самый сильный соперник? Ну у нас всегда были, славились немецкие сборные команды и Венгрии. Это две самые сильнейшие команды в мире. Дальше есть еще, конечно, не хочу говорить, что те хуже. Но и Россия тоже самое. Мы всегда, я по себе помню, что всегда между нами было. Или немецкая команда выиграла, команда в зачете, или мы. Иногда и венгры выигрывали. Поэтому конкуренция всегда была между Россией и СССР, тогда был между Венгрией и Германией. Вы на кого делаете ставки? Ну, я делаю ставку на россиян. Так. Но из всех, из 48 участников, 10 – это чемпионы и призеры олимпийских игр, 25 – чемпионы мира и призеры чемпионатов мира. И оставшиеся ребята – это Европа, Кубки мира. Ну, условно, там трехкратный олимпийский чемпион Пимента приедет, да, португалец. Поэтому будет выступать наш Александр Дьяченко, да, олимпийский чемпион. Кстати, вот Александр Дьяченко на этих гонках будут от России четыре алтайских спортсмена. Ну, они по основному зачет, понятно, это уже сборники, да. Но это Дьяченко, олимпийский чемпион Липунов, Крайтер Андрей и Ирина Андреева. И они как бы, эти ребята члены сборной, эти ребята чемпионы мира, эти ребята в перспективе на участии на медали в Токио. Вот, это один момент. А второй момент, я как-то сплавно перейду. Сегодня наши уже алтайские ребята, молодые, реально набирают обороты, чему мы очень рады. Буквально вот три недели назад Пескун Артем выиграл первенство мира, до этого за две недели был вторым на Европе. Буквально сегодня проходят соревнования первенства России до 19 лет. И наш Владлен Ушаков вчера выиграл 200 метров в Канои. Великолепное достижение. Позавчера Артем Пескун с Гончарова Дмитрием выиграли в двойке Канои 500 метров. Пескун вчера стал в одиночке вторым. Это вот три медали. Такого не было у нас, ну практически никогда не было, наверное, да. А две недели назад на соревнованиях до 17 лет, юношеские соревнования, тоже первенство России, наши шесть девочек завоевали пять медалей. То есть у нас есть мальчики, девочки, и каноисты, и байдаристы. И то есть это некий пошел результат той работы, которую мы, наверное, пять лет назад начали выстраивать. То есть у нас есть программа. У нас программа была до 20-го года, до Токио. Мы ее практически уже выполнили. Сейчас мы написали программу до Парижа, до 24-го года, до Олимпийских игр до 24-го года. У нас задача, один-два спортсмена ежегодно должны попадать в сборную России. У нас по итогам этого сезона, прошлого сезона один парень попал, Артем Пескун, уже в сборную России. По итогам этого сезона еще два Гончаров и Ушаков. Мы рассчитываем, что вот сейчас после первенства России их возьмут. И по итогам этого сезона у нас, ну как минимум два точно получат мастера спорта. Это Пескун и Ушаков, Владлен по нормативам. И, возможно, Гончаров просто там, такая схема там считать надо, сколько там за сезон было различных там мест. Вот, поэтому это хорошее достижение. Гребля в Алтайском крае сегодня на подъеме. А дальше у нее очень хорошее светлое будущее. И то, что касается пользования ситуации, мамы и папы своих детей отправляйте в Греблю. Очень полезный здоровый вид спорта. Вот на Владимира Ивановича, посмотрите. Дважды мир вторым был на мире. Ну, алтайские спортсмены сейчас наверняка активно тренируются. Где эти базы? Одна ли единственная, или их несколько? Ну, это у нас сейчас хорошо идет Биск, развивается. Павловск очень хорошо развивается. И самое главное, что руководство этих районов и города Биска, они идут навстречу. Они почистили там буквально озеро в Павловске, вычистили. Спасибо им большое, молодцы. Родители принимают активное участие. Потому что это же их дети занимаются. Это их дети будут здоровыми. Ну, давайте финальный вопрос. Вот проведем мы международные старты. И дай бог, если еще и призовые места у нас будут достойные. Что для Гребного спорта? Чем станет вот это? Вот соревнования мы проведем, да. То есть, наш Гребной канал будет соответствовать международным требованиям. И получает право проведения международных соревнований уже календарных. Эти соревнования, это подобие бриллиантовой лиги, будут уже календарные. То есть, мы будем претендовать на первенство Европы, на первенство мира и на этапы Кубка мира. И такие предварительные проговоры с Федерацией, Международной Федерацией Гребли имеются. И мы на это рассчитываем. Ну, и, соответственно, всероссийские соревнования календарные. У нас вот сейчас, за неделю будет до этого, 13-го, 16-го, будут всероссийские соревнования. Кубок Костенко, памяти Константина Петровича Костенко, да, такой как бы вот. Это тоже первый раз, кстати. Рассчитываем, что будет порядка 16 команд приедут. Это среди юношей. Поэтому дальше, перед Токио, мы опять же рассчитываем, ведем переговоры, что сборная России здесь проведет подготовительные сборы. Перед Пекином, кстати, в восьмом году сборная здесь проводила. И три медали там завоевала. Сейчас мы рассчитываем, что здесь будут проводить. И, как бы, канал, инфраструктура абсолютно сегодня соответствуют всем требованиям. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Пожалуйста. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях президент Алтайской Федерации гребли на байдарках экономик, кандидат в мастера спорта СССР Юрий Шамков и мастер спорта международного класса СССР, серебряный призер чемпионата мира Владимир Панков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова